Деятели культуры и сотрудники отрасли завершают тематический год. Опыт, накопленный за это время, решили обсудить на Большом форуме. Одной из самых многолюдных стала секционная площадка «Генеалогические исследования. Живая связь времен». Что означают наши имена? Какое оно, родословное древо? И существует ли связь между прошлым и настоящим? Многие люди задумываются об истории своей семьи. Изучение жизни предков позволяет усилить связь с предыдущими поколениями, проверить некоторые семейные легенды, наконец найти повод для заслуженной гордости. Каждый человек обязан знать свой род, свою историю своей семьи, потому что, зная свой род, уже можно понимать, чем занималась ваша семья в древности и так далее. Это уже определяет круг и интересы человеку в будущем. Не зря же говорят, что генеалогия – это надежда на будущее и связь с прошлым. Одна из базовых проблем, перед которым стоит российское общество повсеместно, это потеря памяти о прошлом, своем семейном прошлом. Люди, как выросло поколение людей, которые ничего практически не знают о своих прадедах и прабабушках, и я уж не говорю о более ранних поколениях. Наша задача способствует восстановлению памяти, потому что люди как бы были, и о них ничего не осталось. Наша задача – извлечь из забвения эти имена. В связи со временем в Чувашии помогают поддерживать не только генеологи-исследователи, но и Министерство культуры России. Ведь наши предки живы, пока мы о них помним. А у тех, кто сегодня создает свою родословную книгу, есть надежда. Надежда на то, что в памяти своих потомков они будут жить вечно. Именно это и делает человека частью своего рода. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика.